Максим пока еще держится и пока еще на распашку в сильняшке. Морская душа, вся жопа в ракушках. Всем привет. Сегодня 26 апреля. Снова в походе. Приехали на дизель поезде. По станции Октябрьская. Сейчас пойдем через Октябрьский. Посмотрим, что за город вообще такой. Маршрута как бы у нас такого прямого нет. Будем уже смотреть по месту. Захотим прям, то прямо. Захотим налево, так налево. Но пройти сегодня должны хорошо. Пламых не меньше 16 километров. Выдвигаемся в путь дорогу. Ну вот сразу при уходе в Октябрьский. Такое вот захоронение. Здесь в марте 42-го года фашисты расстреляли сожги 643 мирных жителей. Вот такой довольно неплохой городок. Тротуары, дороги. Склады. Если есть склады, то там много еды. Кстати, вот к вопросу, да, у нас возник Октябрьский. Это считается как город или как городской поселок? Если кто-то владеет этой информацией, пожалуйста, напишите комментарий. Городок такой крючистый, приятный. Если это и город. Город, походу, заканчивается. Вон там уже какая-то уже лесополоса уже начинается. Ну, пройдемся, посмотрим. Это школа, похоже. Вон дети на велосипедах приезжают. Это не школа. Это не школа? Это, походу, мотовелозавод. Нет, все-таки, да, это не конец поселка. Там все только начинается. Да, там еще, похоже, что все еще начинается. Я уже думал, что лесополоса. Там еще какой-то новый район. Видно, что постройки такие уже. Я говорю, Део. Део, да? Вот. Учебный транспорт проехал. Где он идти? Ну, вот. Школа. Он глупость. Хавки нарисованы. Вот. В 1991 году открыта Октябрьская средняя школа номер 3. Вот. Их уже было три штуки. В 1991 году. Пойдем еще две искать. Ну, так что, небо такое облачное. Ну, сегодня с утра уже еще и шел дождь. Ну, больше как не передавали дождей. Меня это немножко настораживает, что где вы не прошли, везде столько воды много. Чтоб так в лесу, чтобы в него. И я прямо по дороге пойдем. Чтоб в лесу хоть трофе было посушено. Это да. Нам не надо, макарда такая. Ну, днем сегодня передают 13 градусов, ночью плюс 2. Сегодня ночь прохладная будет. Так что будем сжечь костры. Запретов и ограничений нету сейчас в лесу. После таких дождей тут. Тут неделю лили дожди. Кстати, видно, что вот тут вода стоит. Хоть рыбу разводи. И это только еще в городе. Я представляю, что в лесу будет. А завтрашний день уже там передают плюс 15 днем в пик. Ну, и ночью. Вторая ночь там плюс 6 нарисовано. Все без дождей. Это хорошо. Нас радует. Это очень приятно. Все приятно? Очень. Что дождей ночи не будет? Замечательно. Хотя, в принципе... Можно и крышу не ставить. Были ночи и дожди. Не сильно нас это расстраивало. Да. Ну, вот, в принципе. И закончился Октябрьский. Вон, знак, что уже граница населенного пункта. Дорога пошла. Посмотрите, какие парковки перед домами, а. Большие. Но дома маленькие. Зато парковка как в магазине. Но не то, что у нас. Опять машины уже все. И пешком не пройти бы. Короче, сейчас мы вот дойдем до того. В конце дороги надо будет поглянуть карту. А, в принципе, мы смотрели карту. Мы сейчас поворачиваем на лево, да. И мы идем к железной дороге. Что-то... О, две лягушки раздавленные. Сидели на дороге, целовались. Ну, вон там в лесу, не знаю, видно, не видно пасека чья-то. Ну, и... И вагончик. Выездная пасека куда-то уже выезжает по сезону. Ну, здесь уже как бы стоянка. Его здесь все должно быть видно. Там дальше кладбища, я так понимаю. Плохо видно, но ладно. Собачья будка собака охраняет. Все по-серьезному. А вот это вот, да, злая собака вон. Пчел наелась, отдыхает. Все в воде. А, вон кладбище. Вроде похоже, да. Окрайне населенного пункта. Пасека, кладбище. И мусорка. Там проходили, было видно, там уже мусора там вначале у леса. Вот такой вот населенный пункт. Довольно интересный. Мне понравилось. Спокойно. Ни одной милиционерской машины не увидел. Сильно, значит, здесь не хулиганят местные. Кстати, да. Чтобы... Минопол не видели вообще. Ну, чтобы каталась милиция в поисках простых диков и хулиганов. Так мы еще ни одной скорой не видели. Люди здесь еще и не болеют. Ну да. Такси катается. Такси, как это называется? Панда. Панда, да. Такси-панда. Автошкола. МЧС катается. А вот милиционеров и скорой, да, не встречали ни одной. О, брод, переходим сейчас ботинки свои на мочу. На мочу. О, тут целое озеро вон. Столько воды налило, а, дождями. Тут сезон дождей прошел. Четыре дня вилочи. Нормально, он тропинка есть. Я уже думал, надо будет закасывать штанины. О, тут огород, он вообще, он вода стоит. Точно уже будут конца мая ждать. У вас тоже так? Да. Или вас посушит немножко? Ты что, вдрызг. То же самое, да? У нас хуже, чем... У нас в Борозных стоит вода вровень земли. Все подворье в воде. Затопило весь поселок. Там уже проходили старые Дубровы. С Октябрьским. Мы сейчас движемся в сторону севера. Ну, малой такой жизнерадостный был. Проходим, проходим. Ворота открыты во дворе. Пацан гуляет по колену в воде. Двор весь в воде. И груши плавают. Проходим мимо. А нас тут затопило трохи. И прыгает, и довольно такой. Да, стоит во дворе по колену в воде. И весь двор в воде. Да. Я представляю, что там в дворе такая целость творится. Это невыносимая вон, в таких условиях жить. На сырой сырой сырой. Мастерная, да? Нет, на сырой сырой. Страшный страх. Проходим конечную станцию Старые Дубровые. Идем дальше. Ну, не скажу, что холодный ветер. Такая комфортная температура у Радоса 10. Дождя не передавали. Хотя бы небо такое. Вышли из Старых Дубров. Прошли дорогу где-то с полкилометра. И ходим в Новое Дуброво. Там было Дуброво, а здесь Дуброво 2.0. Дуброво 2.0, да. Обновленная новая. Ладно, что тут снимать. Деревушка как деревушка. Вон, без заборов. С разрушенными домами. Местный шумакер. Ого, надо. Давай на другую сторону. Точно. А он что-то едет, дороги ему мало. То влево, то вправо. Проходили по этой деревне. И тут возле дома. Прямо из земли как бьет вода. Ездят. Пошли тут нафиг, у нас земля под ногами провалится. Прикинь. Хорошо, если эту видеозапись найдут. Буду знать, где мы пропали. Ну, слышишь, посередине деревни. Нигде-нибудь там в лесу. Так интересно, может это что-то, ну, может труба или что-то на самом деле. С земли так бьет. Ну, вот интересно. И колодец не надо. Приходи ведром черпай, если земля чистая водится. Краница бьет такая. Прямо возле дома бьет. Под забором. Ой-я-ой-я-ой. Сейчас еще как обдаст. Ну, да-да-да-да. Ну, вы нафиг. О, молодец. Заканчивается новая Дуброва. Хоть сейчас его свернем по дороге. Пойдем по полю. Сказали, что много воды там. Ну, пойдем попытаем счастье. Кстати, он собаке тут не проваливается. Может и мы не провалимся. Чувствуйте. Шмяк, шмяк. А, уже дальше нормально. Да. В общем, идем и будем смотреть. Не так все плохо, как сказала она местная жихарка. Что вы там воды и не пройдете. Ну, пока что все обнадеживающе. Так страшен черт, как его жена. Пойдем дальше. Вот уже у нас лес уже начинается. Приятно. По лесу зелененько все. Красота. Перешли вброд. Вот такую переправу. Неглубоко, конечно, но по колено там будет. По ширине, как Днепр. Ну, вот идем. Блэк-вотер. Блэк-вотер. Это точно. Я тут вот с палочкой. Выручалочкой. Идем дальше. Тут вот, в принципе, здесь пройти можно. Птички поют. А здесь тренировочный лагерь дятлов. Вот уже натренировались. А все дятлы, как дятлы. А белорусские стреляют очередями. Максим мне говорит, у тебя палка, иди вперед. Проверяй дорогу. Решили через рез. Трохи срезать. Идем. Тут дорога уже недалеко. А, вон, я, в принципе, дорогу вижу. И сухо все. А то там было вообще все. Вода стояла. Там бы мы намучились. Хотя неизвестно, что впереди. Трохи уже подустали. Есть такое. О, автомобиль. Цивилизация. Мать ее. Петит. Лучше на асфальт. Я уже смокрел. Тут такая вот. Грязюка. Максим сделал импровизированную переправу. Кинула бреношка. Так, перешли на твердую землю. Так что, палочка, спасибо. Торкнуть тебя, Мурочев, кому пригодишься. Так, палочка нам помогла. И неплохо даже. Да. Все, у нас впереди залезь, где-то через полкилометра. А сейчас еще и комару сдувает, да? Ой, ветерок, да. Тут там комары уже, трошки уже начали уже. И в рот, и в нос слезли. Да, трошки комары нам подпортили дорожку. Фух. Я уже весь мокрый, смокрел. Я уже и кофту снял с-под низу. Майка, да и китель. Максим и тельняшки. Все, идем, короче, на залезье. Набираем воду. И ищем место на стоянку. В принципе, тут станция Бумаскова. Что здесь близко? Вот здесь, может, метров 200. Вот железные пути. Метров 200, там дальше. Тут станция Бумаскова. Залезьте. Дошли. Нас встречает целая псарня. Ну? Ну, вот здесь вот он. Водонапорная башня, наверное, была, да? Да, была, когда-то. Когда-то. Ну, леса сколько. Здесь какая-то лесозаготовка, вон. Ну, смотри, что белями он. Так, а что нам деревня? Нам-то, по сути, деревня нужно, чтобы набрать воды. Да, так, потому что мы нам... По еде у нас все есть. Какой-то магазин? Или что это? Я на два дня за группой. Ну, у меня тоже все есть. Так что нам нету в планах тут идти на сквозняк деревню. Вон, просто ищем воду и выходим, ищем место на ночлег. Короче, набрали в колодце воды. О! Пол-ведерка, и так по бутылкам еще поразливали в рюкзаках. Идем. Решили перейти через пути, и там поискать место на ночевку. А то здесь близко к деревне не хочется. Масштабный сбор смолы. Только тут не смола, а вода дождевая. Во всех. О! И вон их тут он. Целый лес. И впереди он еще сколько. Большими объемами. В принципе, да, мы воды уже набрали. Уже вот разошли в леса и ищем вот себе полянку, чтобы заночевать. А что это такое там серое? Это что, это не туман? Блядь. Да вроде как. Ну, вроде не должен быть туман. О, что-то как-то слякость пошла. На. Один назад уже вообще все напишло. Да, сейчас, короче, пройдем. Если дальше будет слякость больше, то вернемся назад. Там было посушено. Да, посушено. А, это здесь только унизина. Тут нет? Можно. На дорожке. Можно. Ну, хорошая чистая полянка вот. В леечках будем тут ночевать. Вода закончится, будет еще попить. Да, будет еще попить. Это вон дождевой воды. Вон, в каждой лейке полная. Короче, речено. Здесь мы и остановимся. Согласен. Все, разбиваем лагерь. Увидимся позже. Старый я стал, да немощен. В общем, перекусили мы. Чем Бог послал. Бог нам послал сегодня. Жареные грибочки с луком. Мясной нарезкой. И сделал я. Сварил суп харчо. Вот такой вот. Довольно вкусный. Пару картофель туда еще вкинули. Покушали. Хорошо. И сейчас решили развести костер. Вот тут Максим. Дерн содрал. Потом. Чтобы контролировать огонь, как говорится. И вот. Пилит дровей. Молодец. А так об дерево не ломается? Одно, конечно, можно было попробовать. Прошел размяться. Палим костер. Будем дреться. Уже вечер. Солнце уже заходит. Надо еще поставить спальные места. Работать с мальчиком. Насчипали. Все, уже нащипал? А что? Долго умеющий. О, вот этой жабы нащипать еще надо. Вот это вообще. Трендесно. Такая красота. Трендесно. Да, пота. Раз. Да, еще. Раз. Да, еще много. Много, 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 много. Песняр? Ага. А еще и усля. О, как горит. Дары леса, а? Дерево один к одному со смолой. Да там она смолой больше, чем с дерева. Ну, и мне тоже так показалось. Много. хочешь тут стоять на титул комаров кучу к вечеру дела ну она не верила на ужинаем палим костер слушая музыку и пляшем так что такие вот дела холодает уже чувствуется я уже одел уже кофту уже но максим пока еще держится и пока еще на распашку сильняшки всем доброе утро проснулись ну скажу что ночь была конечно прохладная но спала нормально ничего мне он под открытым общен до максимум под открытым не был спал а я мое жилище вот здесь вот так вот внутри вот так вот все так что будем сейчас умываться полировать свои бивни позавтракаем и будем собираться потихонечку пошрабаем да пошкрябаем дальше хорошо хоть ночью было прохладно комаров не было раз вечера второй такой кружу вокруг нас пришлось разоро репелленты использовать так что будем двигаться дальше пятидесяти метрах от нашего ночлежки болото начинается я видел что там вода блещет на я думал так дождем залива подошел болото и есть спрятался пока камеру повернул я вон тебе тент свой раскинул на солнышке пускай просохнет не хочется лишний килограмм веса нести и спальник развесил максим тоже морща свой спальник разве щит а у меня конденсата не максима него я без цента спал его ветром отдувало там конденсата нет никакого но такие вот дела конденсат у меня был когда мы смыку ночевали когда потянуло от от речки тогда вот тогда было до спальником накрылся заключение что у мокрой тряпкой хорошо этот спальник тоже сухой ну так просто что есть место куда развесить так поэтому развесил вот квотера буду сейчас пищебок перебирать паковаться потиху завтракаем кашкой кофеем погода хорошая уже пораздевались жарких максимума пока не разделся но уже собирается по ему про солей вообще погода отличная тепло с утра парк почти пропал с рота радио нас развлекает в общем собрались сложили рюкзаки спальные места свои прибрались навели порядок здесь вчера был костер здесь вчера был костер все тишина и благодать как говорится одеваем рюкзаки на спину на плечо и далее и выдвигаемся в путь возвращаем сейчас на залесье проходим через залесье идем на поселок булков на булкове уже надо будет у местных джихарей спросить как выйти на о землю так чтобы не утопиться вот чтобы не вплавь было на плотни нельзя да да никому нельзя сейчас вплавь он видно станция бумажкова здесь мы ночевали машина едет вижу покидаем залезь движемся на север сторону булков трактора у поля рубить похоже дальше должен быть еще и подъем и всегда после спуска обычный подъем идет как вот люди поход по уралу ходят это точно по тем подъемом они же не ходят там по 25 километров километру по 15 подъем мир так или них пора суточные может самого суточное расстояние там уже километров 15 а то есть и подъем сам будто может все 10 на подъем поднялись все в лагерь разбиваем дальше уже нет ни маму мощи еще и рюкзак собачить а именно за плечами это же не просто прогулочка он у нас сварной работает Володя ему Харипа сказал что вот у нас фразировщик походу ходит это он специально ко мне пришел познакомиться они ходили и по Уралу и по Карпатам на этот самый Эльбрус или Эверест куда-то Эльбрус там ходили на Эльбрус вообще пизда бывало просто чтобы дойти на место стоянки выкидывали литров 5-6 чистого спинта просто выкидывали но может людям нужно будет просто вот пожалеешь и сами шли такое же видели лежат несколько банок тушенки записка типа кто оставил там если надо бери бери что надо вложи что не нужно это считаю нормально как эта солидарность должна быть конечно красота какая впереди высокие сосны там вокруг одни болота с одной стороны то же самое и с другой а сдалека такой сосунный лес красивый казался пришли в булках вот значок такой но и буквы уже на солнце отваливается идем по деревне до остановки посмотрим как там автобус ходит какую сторону поворачивает там потому что посмотрели за лесе там на остановке написано что ходит Дарат Мирович и нам на Дарат Мирович как раз и надо правда два раза в месяц расписание автобуса два раза в месяц автобус приезжает а там две недели ждут заросшие в девять двадцать семь до вторую пятницу и четвертую пятницу месяца короче походу тут люди работают вахтовым методом по две недели о пасеки красота какая нам в принципе если на Рат Мирович надо прямо идти нам завернем пойдем да все таки до остановки пройдемся да там такая дорога дальше не внушающая надежды в общем зашли в деревне булково а тут тишина хоть бы кто молотком стукнул некого спросить на остановке написано что только сюда заходит на булково на Рат Мирович на эту остановку не заезжает поэтому решили испытать судьбу и пойти там по дороге которая уже которая не внушает доверия мы так подумали что возможно туда и идет автобус который на Рат Мировича идет пойдем попытаем шасси пойдем по той дороге а там за все уши по самые окна на автобусе будет ржавый стоять не доехал до Рат Мировича в луже где нибудь точно ну в принципе то край то болотистый бен партизанский тут хорошо было партизанам прятаться бы хотя вот следы видно какие-то автомобильные наезженные есть такие ну раз машина проехала то и мы должны пройти не так опять вырубаем палочки и выручалочки и будем переходить вброд на тополь летает вон ну смотри следы какая-то косуля выходила ну или коза ну ну сейчас сверимся с картой вот надо по этому мопедному следу везти у меня показывают на карте что дорогу поворачивают туда но она еще и туда когда-то идёт на карте нет этой дороги что вы подскажете сударь прямо дороги нет а туда они туда все едут туда но туда дорога нарисовано было я смотрел по спутнику здесь сейчас будет плохо спутник ловить что ну туда если дорога то через эту вот здесь автобус точно не будет ходить нет конечно но если автобусы здесь и ходит то как-то будет так ходить да а больше так следа нету нету да машина тоже что сюда заехала вны и туда поехала пошли наверно туда туда да вот так вот поход у нас и проходит выходим на развилку и давай гадать куда пойдем сколько раз маршрут по началу не мотоцикл здесь и шел ни одного раза по маршруту не прошли да 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 поэтому по все время маршрут даже не пролажут так какой-то общий пункт а пункт б и все а сами дороги уже смотрим уже по ситуации потому что вот как здесь ситуация самом-то деле вон туда может никуда и не привести то дорога это местные спрашивают а вы куда идете а мы не знаем куда мы в общем как мы и решили по этой дороге идти в лес а не через поле и хорошо что сделали вот мы вышли на этот такой хороший переезд а если переезд есть то эта дорога точно будет вести нас на оземлю не думаем что делали переезд для того чтобы дорога просто в лесу остановилась так что все будет хорошо идем на оземлю а там со земли уже дальше будем поглядеть куда пойдем ракмировичи не ракмировичи такие вот дела солнышко пригревает уже даже немножко надоедает что оно греет мы потеем в два раза больше туда и усталости больше туда от солнца это было тучка прикрыло солнышко а тут фух ну там в трубу засасывает а здесь из трубы выходит вот это точно black water может попробуй может коньяк не коньяк точно больше на чай похож на черный байховый воронка увеличивается опять маленькая как мы подошли она боится это когда вода густая тогда она маленькая когда жидкая вода подходит она больше вот такие вот красоты бывают в белорусских лесах прикольно по ходу он по воде ехал слева вот то прошли лома цикл здесь вот и шел ну болото болотное нормально прошли не все так страшно а шо вы хотели край болот красота нормально все нормально идем дальше выбираем нет взбились дороги и идем по такому болелому посмотрим куда выйдем значит здесь заночуем какая разница где мы сдохнем наши надежды оправдались вот сейчас нам вот вдоль этой канавы мы выходим на прямо на трассу а вон и его земля все делаем привал что то в самом деле трошки вымотались да вот переходим вброд вот вот трошки намочу я не ночью так впереди опять водиться отлично вышли на трассу ой это поле нас вымотало ну да хоть выжимай мокрое хоть выжимай не говорите что так вымотало это поле тут вроде километр какой-то ну такое ощущение что пятерочку маханули еще плюс лесная там еще дорога сейчас вот короче вот по асфальту о земле там ищем где набрать воды и ищем на шлях ищем на шлях ищем на шлях вот его земля дошли раз ищем где воды набрать максимум здесь где-то колонка должна быть должна поищу о сейчас водиться наберем водитель водитель вожим ли такая колонки интересно сейчас еще со стороны сниму я бы никогда в жизни не подумал что это колонка но ну что колонка только квадратная вот такая вот конструкция тут ручка газу поддал скажешь давайте скручивать вот все перекрыл в общем нашли мы тут себе местечко для ночлега но все таки нам наверное придется уйти отсюда потому что мы вторглись на чужую территорию сейчас покажу смотрим какой-то белый песочек подходим а тут вот и следы лисички лисья нора вон такая глубокая вон лисья нора вон и вон Максим там еще посмотрел запасной выход и так красиво сделал но и вот запасной выход тоже вот со следами с кипчерами решили уйти отсюда потому как потому как рядом с жильем дикого зверя это это дикое зверье которое со стороны кажется безобидным животным может попытаться нас атаковать так как защитить свое жилье поэтому мы решили отсюда уйти а так место было хорошее было бы так что пойдем дальше двинемся туда туда поищем что-нибудь другое надо да как минимум метрах на 300-400 отойти отсюда ну вот и разложились уже 7 часов вечера мы уже покушали сделали морепродукты макароны по-флотски сначала пришлось убегать от лисы да сначала пришлось убегать от лисы но вы видели этот нору нашли другое место костер палим дыму наделали чтоб комаров погонять столько комаров тут куча наловили котлет бы наделали так что у костра посидим да и же будем спать наложиться немножко на самом деле сегодня так устали да маханули сегодня так хорошо не по самой лучшей дороге и не по самому лучшему лесу давно такого не было чтоб сразу тебе и бурелом и болото и всякое такое так что поэтому на сегодня мы прощаемся увидимся за увидимся завтра всем доброе утро утро третьего дня нашего похода проснулись позавтракали собрались и выдвигаемся в Рафмировичи там наша уже конечная точка точка отправки там сядем на поезд поедем домой собрались собрались прибрали за собой вон там был костер рюкзаки наши стоят спальные места так что чисто там табуретки закопали все все по-честному можно было посидеть но комары выгоняют туча их но кофе нормально попить не дали еще двигаешься их поменьше но как только присел сразу облепляет их тысяча штук вокруг вон так что решили двигаться в инктивен чтобы не так комары съедали тем более у нас еще времени до поезда больше чем за 4 часа до поезда 4 часа так что решили в дороге скоротать это время вербное воскресенье трактора работает в поле вот такие вот красоты ну что ты меня снимаешь ты красоты снимай а не меня ну ты не красотка так точно блин это понятно я их не претендую переходит пешеходный переход торопится уже давно уже красный блин горит а он все идет ну как старая бабушка зеленый маркат начинает она все пытается да эй Чапаев давай живейный жарко сегодня но очень жарко солнце вообще небо вон какой-то облачка он появился а утром когда выходили так вон сзади нет ничего вообще ну когда выходили вообще не было ни одного облачка ну что-то он спереди он же появляется облака конечно но солнце жгет по полной ух ты пришли на станцию Ротмировича пришли вот и наш конечный пункт назначения рюкзаки уже поставили в залу чаканье купили билеты ждем поезда ждать нам еще полтора часа так что на этом наш поход можно считать закрытым впечатления были положительные у тебя хорошие впечатления в целом и плохие тоже были конечно первая ночь была немножко прохладная но в принципе сносно было вторая вообще жарко вон я вон даже ночью раздевался вон кофту снял вон под утро вон носки там теплые одевал снял вот в такие вот утры утры как сегодня задаешься вопросом какая паскуда придумала комаров да вот только что вот в эту ночь вторую ночь комары ой дали джазу комары что мошки ну прикурить не я как то больше комаров как то обращал на них внимание ну ничего ну это да это издержки производства это лес это природа без этого никуда специальные мазюки продаются вон репелленты используем их если бы без них остались бы там наверное скелеты недоеденные бы в лесу так что на этом прощаемся подписывайтесь на нас goodbye